То либо он после увольнения в каком-то усиленном режиме начинает вылизывать Кадырова, то есть вот его сняли с должности, и сразу с момента его снятия мы видим, что у него на его инстаграм-странице начинаются репосты и просто жёсткое шлифование. Мелхи, Тумсу, ты такой бессовестный, обманул режим и не умер. Да, я оказался очень-очень бессовестным человеком, мало того, что я с чего-то решил, что я могу обувать этот режим, вообще как-то наносить какой-то урон своим врагам, я ещё и озадачил других своих неприятелей тем, что им пришлось в этой ситуации как-то пытаться что-то там выводить, что-то придумать. Как сказал один мой товарищ, он сформулировал так, он говорит, не имея ничего, чтобы сказать против тебя, то есть конкретно в чём-то тебя упрекнуть, чтобы зацепиться, не имея ничего, эти люди пытаются, изворачиваются, что-то там на тебя вешают. А представь, что было бы, если бы ты реально где-то оступился, то есть совершил ошибку, а никто не застрахован от ошибок, каждый их совершает. Вот если бы ты реально совершил ошибку, то представь, что бы они с тобой сделали. И здесь вот это реально, это чистая правда, истина. В то время как подход, прежде всего мусульман, конечно же, но и не только мусульман, в принципе нормальных людей должен быть такой. Даже если человек что-то совершает неправильно, где-то он ошибается, если его основа в том, что он правильный, что он на правильной стороне, то в отношении него действуют поблажки, оправдания, то есть ты наоборот пытаешься это, когда у тебя есть причина думать о нём плохо, но при этом ты думаешь о нём хорошо, потому что его хорошие стороны перевешивают, то ты это плохое о нём, ты это оправдываешь, находишь этому какое-то объяснение. И ты действуешь так до тех пор, пока не откроется, что этот человек, он перестал быть на стороне правды, истины. Ты должен именно так действовать. Но у нас, видите, к сожалению, сердца людей, они очень сильно подвержены вот этому зависти, ненависти на каких-то личностных каких-то вещах. И это толкает наши сердца к тому, чтобы мы начали поступать несправедливо. Поэтому ведь Аллах нам говорит в Уране, будьте правдивы, свидетельствуя беспристрастны, и пусть ненависть к людям не подтолкнет вас к несправедливости. Саламу алейкум, 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 алей Госдеп USA. Мы получили информацию из авторитетных источников, таких как Ада Демилашина, что у тебя появился новый спонсор, некий Башир, и в связи с этим прекращаем твое финансирование, Башир Сила. Все ладно, хорошо. Саламу алейкум, рад, что ты вернулся живой и в здравии. Многие испугались, что ты завязал с эфирами. Не забывай про стримы хотя бы один раз в неделю, пусть Кадыркин еще лохуется. Я, честно говоря, вот этот сам формат этих эфиров, я его реально хотел изменить. И хочу на самом деле. Потому что бывает так, что уже что-то, какой-то формат, он перестает быть актуальным. Надо как-то что-то менять, по-другому делать. Нам нужно... Я знаете, на какой мысли себя поймал? Очень много людей, которые ведут эти эфиры, я когда вижу у себя в ленте их аватарки, я уже знаю, о чем там будет идти речь. И не хочу лишний раз даже открывать, понимаете. Я поймал себя на мысли, что, возможно, я тоже превратился вот в такого человека, который два раза в неделю садится. И практически мы постоянно говорим одно и то же. И, возможно, поэтому многим людям это становится уже неинтересно. И надо менять формат. Реально на эту тему до сих пор как бы думаю, но, как я сказал, некоторые наши, мои товарищи, люди, которым я прислушиваюсь, они убедили меня в том, что, в принципе, оставлять это вообще нельзя. Хотя бы раз в неделю, там, раз в две недели, но просили проводить эфир, поэтому не знаю. В общем, я пока еще нахожусь в раздумьях по этому вопросу. В любом случае, к какому-то решению мы придем, и я также ищу какой-то формат, который был бы интересен прежде всего мне самому, если он будет мне интересен, он будет также интересен и вам, моей аудитории. Так как наши с вами интересы взаимосвязаны, иначе мы с вами здесь бы не собирались в количестве нескольких тысяч человек. Я, в общем, сейчас нахожусь в таком поиске. Я думаю, надеюсь, что я найду такое решение, мы к этому придем. Ну и, конечно же, нам нельзя забывать нашего главного зрителя, Рамзана Кадырова, который постоянно наблюдает, смотрит. Кстати говоря, Кадыров, я заметил, что ты начал снова тренироваться, твое здоровье снова приходит, я так думаю, в нормальное состояние. Это очень радует, потому что у нас впереди еще много всего, что нужно выявить. Ты нам должен еще рассказать, что все-таки произошло с Эльханом Сулеймановым, куда он пропал. Ты должен нам рассказать, почему ты все-таки убил Абдул-Керима, Идилова. Ты так и не рассказал людям правду. Придумал какую-то чушь про наркотики, там, какую-то ерунду. Ты расскажи людям правду. В общем, у нас впереди еще не один раз надо тебя лохануть, обвести вокруг пальца, так что все еще впереди. Ты свое здоровье восстанавливай. То, что ты начал бегать, начал снова какие-то штанги тягать, это меня очень обрадовало. Я переживал за состояние твоего здоровья. Расскажи про министра здравоохранения. Я не имею права, это должен рассказать его работодатель. Пусть нам Рамзан Кадыров или в лице его пропаганды кто-нибудь пусть нам расскажет. И покажет. Лучше всего пусть нам они его покажут. Почему он пропал? Почему вообще в Кадыровской Чечне так происходит? Если человек, какой-нибудь чиновник, уходит в отставку, его снимают с должности по каким-то причинам, то либо он после увольнения в каком-то усиленном режиме начинает вылизывать Кадырова, то есть вот его сняли с должности, и сразу с момента его снятия мы видим, что у него на его инстаграм-странице начинаются репосты и просто жесткое шлифование. Там Мехгда, как герой России, да блин, как служитель Сунны, Корана, там защитник ислама. То есть каждый шаг его они репостят и просто вылизывают. Либо эти люди погибают, как в случае с этим Абдул-Керимом и Диловым. Либо они просто куда-то пропадают без вести, как камень, брошенный куда-то в воду, в пруд. Видели, как он? Раз бросил и пропал. Вот так человек, раз, вроде бы жил, постоянно вел страницу, был жизнерадостный, кричал, что Ахмат это сила, фотографировался там с Кадыровым в обнимку. А тут уволили с должности, и как будто бы все, любовь прошла, активность прошла, все прошло, просто человек пропал. И здесь меня начинают терзать смутные сомнения, все ли с этими людьми хорошо. Саламу алейкум, там салам, аршуаху, рад тебя видеть в отличной форме, несмотря на ковид. Надеюсь, также ты не останешься в долгу перед нашими общими недоброжелателями. Бисмилля, не жалей их. Ахуа алейкум ассаляму ахабаракату. Так, брат, кто эти наши общие недоброжелатели? Их уже столько просто развилось последними событиями, они вообще как грибы после дождя повылазили. Поэтому давай-ка определи, про кого идет речь. В 50 цента выстрелили в 9 пуль, он выжил, после чего он записал альбом, который сделал его популярным. Так что, Томсо, ждем твой рэп-альбом. Ну, я подумаю над этим. Может быть, изменение формата как раз в эту сторону нам сделает. Это, конечно, шутки. Ни в коем случае не пишите мне после этого эфира. Вот, ты что, Томсо, ау-зу-беля, решил стать рэпером? Я просто так шучу. По-другому стал вести себя Томсо, говорит, ну, конечно. Все, мир меняется, мы меняемся, это нормально. Скучаем по таким сарказмам в адрес Мурдадо, продолжая, брат, в том же духе. Субтитры подогнал Игорь Негода.